Девушки отдыхают Как наносили краску на ткань павлопосадских платков раньше И почему модный аксессуар пользуется спросом не одно столетие Павлопосадская платочная мануфактура Набивной узорный платок стал элементом гардероба в 17 веке Заменив у брус кусок белого полотнища с вышивкой Которым женщины покрывали голову в повседневной жизни Показаться с непокрытой головой на людях в то время считалось верхом неприличия Постепенно бытовая деталь одежды стала неотъемлемой частью традиционного русского костюма и национального колорита Мы в подмосковном Павловске Посаде Городе, который стал известен благодаря фабрике, производящей платки Мануфактуре 220 лет и она появилась на 50 лет раньше, чем был образован город Искусство, ставшее одним из символов России, мы покажем прямо сейчас Павлопосадская мануфактура была основана в 1795 году и начала выпускать только шелковые платки и материи В царское время были популярны платки из шерсти с цветочным орнаментом и восточными узорами После революции наряду с букетами появились рисунки советского характера, портреты вождей Но со временем на фабрике возродили прежние традиции Главное для нашего предприятия неповторимый Павлопосадский стиль Мы являемся предприятием народных художественных промыслов И поэтому всячески дорожим тем драгоценным накопленным опытом художественной самобытностью Который проходит через все творчество Рисунок на платочную ткань наносился вручную резными деревянными формами Контур – манерами, окраски – цветками Но в 70-х годах появился метод трафаретной печати На шелковые, хлопчатобумажные и льняные изделия приходится 20% выпускаемой продукции Остальные 80% – чистая шерсть Пряжа закупается за границей – в Австралии и Новой Зеландии, а также на Северном Кавказе России Для ее получения используют овец породы Меринос, которые должны быть идеально белыми Даже один черный волосок считается браком Станки автоматически ткут сотни метров чистой шерстяной ткани Сотрудники только устанавливают катушку и контролируют процесс Стригут у овец нижний мягкий слой шерсти, подшерсток, поэтому платок получается теплым, но легким Необработанная шерсть желтоватого оттенка, поэтому для печати не подходит Ткань, сначала поступая из ткацкого цеха, ее нужно отбелить, ее нужно промыть, ее нужно пропустить через плазмохимическую обработку Ее нужно дальше уже накатить в ролик, и только после этого ролик поступает к нам в печатный цех В результате обработки ткань приобретает капиллярность, способность впитывать краску и удерживать ее в волокнах Что сохраняет надолго фирменную яркость красок На мануфактуре работает всего 12 художников, но от их творчества во многом зависит внешний вид и востребованность будущих изделий Если соотнести количество художников к количеству работающих на предприятии, то окажется, что на каждого художника, на реализацию его воли, творческого порыва, трудится 80 человек На листе Ватмана гуашью рисует крок, повторяющийся фрагмент рисунка будущего платка За историю предприятия создано уже более 2000 рисунков Этому узору художник дал название «Сказочные мотивы» и имя есть у каждого рисунка У каждого художника свой стиль Наш символ, который олицетворяет наш Павлопосадский платок, это прежде всего роза У каждого художника эта роза своя Любой рисунок раскладывают в компьютерной программе на элементы и цвета и отправляют в печатный цех Здесь изготовят шаблоны для нанесения орнамента и подберут колорит будущего изделия От художников нам поступает рисунок, нарисованный на бумаге Нам необходимо этот рисунок перенести на ткань, то есть подобрать расцветку, каждую краску Для этого мы берем красочки из того, что у нас имеется, из имеющейся палитры Или если у нас какого-то цвета не хватает, мы можем сделать набивку на опробном столе Для этого мы наливаем красочку и набиваем, то есть вот таким вот образом Краски готовят на автоматической красковарке без участия человека Красители наносят через трафареты, в изготовлении которых есть свои секреты Ситоткань в шаблоне обезжирена и окрашена специальным раствором Но до такой обработки рама с приклеенной тканью должна простоять 5 дней для создания идеального натяжения По всей поверхности ситоткани распределяют эмульсию Затем ее высушивают и наносят рисунок воском Потом засвечивают и незасвеченные участки смывают водой Оптимальным количеством цветов в платке считают около 20 Чтобы создать этот рисунок, мастерам потребуется 11 шаблонов Здесь финальная стадия изготовления шаблона Все краски сначала проверяются на бумаге Для каждого цвета изготавливается отдельный контур Например, розы на платке будут красного цвета Поэтому на шаблон наносится красная краска Которая затем будет перенесена на бумажный рисунок После проверки операторы совмещают трафареты друг с другом по цвету И расположению элементов в орнаменте И устанавливают на печатный ковер Нужен не только художественный вкус, но и точный расчет Рулон в 900 метров устанавливается на печатную машину И постоянно движется по транспортеру Ткань приклеивается к ленте и проходит через специальные трафареты Которые наносят на ткань краску Сколько цветов у платка, столько и трафаретов должна пройти эта ткань Через открытые ячейки шаблона краска раклями Металлическими профилями с прорезиненными гранями втирается в ткань В зависимости от вида, шерсть, шелк или хлопок Регулируется угол наклона ракли Влияющий на силу нанесения и яркость красок За смену изготавливают порядка 2500 платков На печатных столах с кареткой делают сложные элитные изделия с большим количеством оттенков Каретка печатает по одному элементу до получения на платках окончательного орнамента Отпечатанный нами платок уходит уже на зреление, где паром прозревается, потом дальше это еще промывается И после промывки и сушки он уже идет на первичную браковку Температура влажной паровой обработки более 100 градусов Так краски окончательно прозревают и приобретают фирменную яркость и прочность Чтобы шерсть не уменьшалась в размере, ее помещают в сушильно-ширильную машину для стабилизации по ширине Готовое полотно ножницами режут на отдельные изделия и отглаживают перед завершающей отделкой Женские палантины, мужские кашне, платки и шали поступают в цех, где у них отрезают кромку и нарезают на стандартные размеры Затем они поступают в цех, где к женским палантинам пришивают кисти и нашивают бахрому Бахромщица вручную обвязывает изделие шелковой бахромой На одну шаль периметром 6 метров уходит более двух часов Зачастую эту работу женщины выполняют на дому Без этих плеточек платок не является нашей шалью, что является нашей маркой, нашего предприятия Нужно вязать симметрично, и симметрично очень трудно Вяжутся, конечно, они сеньями Уже, я думаю, третье червятое поколение занимается вот этой вязкой платков Пока машины никакие не придуманы Это считается только тяжелой ручной трот Павлопосадские платки известны всему миру В 80-х годах их стали продавать в США, Канаде, Австралии, многих странах Азии Сегодня платки не только национальный сувенир, но и модная деталь гардероба Их носят и обычные женщины, и голливудские звезды У стиля а-ля Рус много поклонников Сочетать русский народный аксессуар можно практически с любыми образами Главное – выбрать подходящий цвет и материал Как носить платок зависит только от умения и фантазии Самое главное, что красные линии проходят именно тот палпосадский стиль Который зародился более чем 200 лет тому назад Сравнивая стили, мы просто знаем, что это самые близкие души российской женщины И не только Каждое изделие заключает в себе вдохновение художника И кропотливый труд мастера-печатника Поэтому эти платки так ценят и передают из поколения в поколение Субтитры создавал DimaTorzok